всем привет с вами темный ниндзя сегодня у нас в рубрике мобильного пв хочу поговорить про эйдолонов это неотъемлемая часть персонажа так скажем ну в большом пока это джейны здесь эйдолоны ну что-то такое типа небольшого гайдика что ли сделать по эйдолонам вот начнем с самого первого которого дают просто по заданию пока идешь по сюжетке в нем ничего абсолютно интересного просто атакует и все громовик и радужник это такие тоже даются за по-моему пятый день входа в игру есть у нас награды за 14 дней он на пятый день дают громовика и радужника соответственно физиком радужника вроде как дают магом громовика магом пристал радужника вроде танком луком варом насколько я помню память не изменяет тоже сильно в них ничего такого нету также они попадаются в данжах начиная по моему с 59 может даже 49 потом можно будет даже посмотреть уточнить вот что про них вообще сказать с ними можно что выпал либо продать принципе изначально они там стоят в районе тысячи трех может четырех как они какая копейка можно взять оставить себе качнуть егошнюю силу до 5000 точнее б мощь и сломать его тем самым можно получить камушки опыта который тоже продаются в районе так вот восьми девяти тысяч но это поначалу потом когда сервер уже более-менее там сколько-то по времени пройдет месяц-два может побольше на не станут совсем дешевенькими уже не столь будет значимо но там же может также выпасть обычный скил джиновский синенький или редкий но это там очень маленький шанс выпаду поэтому вы должны быть очень везучим очень везучим по скиллам здесь все стандартно на такую цель макуроном поражает двух врагов макуроном и увеличивает урон цели от граммовика на 62 процента такие ну не стоит особо зациклиться на них раскачка буквально с вами там он пробудет может быть два-три дня и скорее всего вы уже его поменяете поэтому как бы не задумывайтесь о нем как что куда зачем что дальше у нас дальше у нас идут желтенькие но это самые такие распространенные и более-менее просто добываемые джины также их можно добыть в данжах ну либо купить уже игроков которых получит данжах а вам просто не везет опять же удачи нужно очень хорошие чтобы вам выпал он еще может выпасть не на неподходящий тогда его придется продавать либо опять же качать мощь ему и ломать на но пламать опять же те же самые два камушка лучше уж тогда качать все фиолетовых смысл потому что один и тот же и шанс получить скиллы от того что и дал он стал более рарным не изменяется так что лучше выполни подходящий вам продать копейка какая-никакая хорошие идет ну поначалу он более-менее нормально стоит в районе скольки они там стоят мы посмотрим уточним потом но нормально так в районе 50 где-то 30 50 может даже больше потом конечно все это со временем упадет в цене а вообще поначалу можем и кажется даже не до сотки доходит что-то такое но быстро падает на ходят в данжу людей много игры этого впв и так первый желтый и дал он это и хорния в простонародье рыбка лучший эйдолон для танков и райских пристов что имеем по скиллам обычная атака магическая по одной цели лечащая вода восстанавливает хп-шки в размере 28 процентов силы и и водяной щит поглощает получаемый урон в размере 28 процентов силы лечения важно опять же здесь все скиллы показаны второго уровня то есть выше у них могут быть до трех скиллов когда вы получаете своего эйдолона открыв его скажем так в егошнюю сумочку инвентарик эйдолонов или клетки наверное чем они тут являются когда его активируешь у него появляются скиллы может быть один два или три и естественно может быть простой первого уровня либо выше второго уровня но старайтесь выбивать конечно три скилла и все выше потому что все таки с желтым эйдолоном вам бегать придется очень долго если вы не планируете мега много донатить в игру поэтому как бы старайтесь потихонечку подбирать и себе со всеми тремя скиллами ну или хотя бы с тремя скиллами и чтобы два из них хотя бы были выше но желательно все три на максималочку вот так второй желтый скилл у нас огневик это лучший эйдолон для магов и адских престов так как адские престы у нас дамагеры для них это эйдолон подойдет по скиллам тоже все стандартно бьет по цели наносит 55 процентов маг урона ну и рикошетит в другую цель и там по чуть-чуть наносит урон уже вот огненный шар такой огненный вихрь призывает смерч который наносит 140 процентов маг урона на линии врагов то есть ну такой нормальненький вполне себе скилл очень когда кучка мобов да и даже в пвп когда много игроков нормально так по линии проходит и импульс огня огненный выдох наносит 280 процентов маг урона до 4 целей то есть такая массовая штука друг я так понимаю 280 процентов делится если он бьет по четырем то делится на всех четырех и не по каждому 280 прилетит это жалко но все равно нормально все желтые едалон добываются двумя способами выпадают в данжи либо покупаются у игроков все здесь никаких вариантов больше нет и 3 у нас желтый едалон это пешеход вот такой котямбр или не знаю бобер выдыхай не знаю в общем КТ он и в Африке КТ вот это естественно лучший эйдалон желтый для жваров луков и адских танков так как адские танки у нас тоже гдшники не танкуют они практически вот поэтому для них пешеход что мы имеем по скиллам сюрикен тоже стандартно наносит одной цели 55% из урона сюрикен ракета выпускает несколько сюрикенов в линию и наносится 40% из урона в линии как и в принципе у огневика так что только физ урон вот и шквал сурикенов бросает шесть сурикенов подряд по случайным врагам в радиусе 12 метров и каждый сурикен наносит 47% физ урона то есть ну такая вот рандомно-массовая атака ну и вот как-то на таком вот пешеходике почему пешеход заканчивается наша желтая братва и переходим на оранжевых эйдалонов и первый из них дух дуба в простонародье орешек это у нас донатский джин ну ладно идолон извиняюсь за пять тысяч рублей вроде бы так в этом как акции есть там сыщик найди дракона там сначала сто рублей вкинуть получишь банк насколько да банк вместе с собой можем таскать мобильный банк ну и так далее там потом идет и вот на пяти тысячах получаешь от этого духа дуба вот ну для донатов наверное в первую очередь естественно его надо получить кто хочет донатить и очень он хороший даст прирост пбм вот и так что по скиллам значит у него удар дуба наносит одной цели 60% физ урон и мак урона одновременно и снижает урон на 2% в течение 3 секунд щит дуба снижает получаемый урон на 40 он только непонятно на 40 чего единиц процентов на 40 чего вот и щит преданности при хпшках меньше 50% накладывается щит который снижает также получаем урон на 12% на 15 секунд в общем такой хороший защитный эйдолон только для донатов так что имейте ввиду его его вы получите только за 5000 рублей что ж а мы переходим а да а мы переходим к следующим друзьям нашим рыжим эйдолоном а огнеплюй так что огнеплюй магический эйдолон эйдолон ну наверное хороший для темных престов ну и магов так же думаю подходит так же и магам только тут тоже под вопросом возможно темным магом будет он поинтереснее хотя в принципе тут уже на свой вкус и цвет кому что нравится что по скиллам у него запускает огненный шар значит во врага наносит 420 процентов маг урона и вагам вокруг нее в радиусе 5 метров плюс оглушает их на одну секунду 1 секунда мало конечно но в пвп думаю очень даже много может сыграть могут успеть тебя отхилить или не знаю убежать от толпы например хоть чуть-чуть можно так что ну хорошая вспомогательная штучка хвост дракона это баф на себя точнее на хозяина который накладывает повышение урона по оглушенным врагам то есть оглушил он их и вы по ним как натюх как натюх и все нормально но не знаю как это конечно сначала чтобы сработал этот скилл потому что он на 5 секунд вешает баф и потом уже оглушать и бить или наоборот сначала гушить потом нет сначала именно чтобы сработал баф ну и огненный шар наносит стандарт на 100% мак урона цели тоже хорошая атака все таки рыжий эйдолон как никак добываются все вот эти четверо эйдолонов кроме орешка либо из тайного яйца которое можно получить выполнять квесты поиск сокровищ там вам даются определенные карты сначала первого уровня вы их летаете делаете можно карты покупать можно там каждый день есть квест на экзорцистов убиваешь 5 экзорцистов получаешь 10 таких карт и хочешь продаешь их хочешь делаешь их но чтобы их делать желательно если хотите их делать не продавать допустим но поначалу лучше мне кажется продавать какая-никакая копеечка тоже вот ну или можно по оставлять и будет нормально как бы накопите штук 100 200 полетаете пособираете в общем летая собирая получаются всякие плюшки монетки по моему миражики в общем все что такое в этом роде и так же может повести в большом пв тоже такое есть так же может повести что выпадет вам карта второго уровня там уже награды чуть побольше но так же монетки и прочее вот также могут выпасть со вторых карт третьи и вот дальше честно не помню есть четвертые или нету и вот с третьих или если есть высший уровень еще можно получить определенные предметки которые нужно собрать три штуки точно не помню но я их сейчас по чуть попозже найду посмотрю их три предметика собираешь собирается из трех предметов более менее такая карта такая желтая типа рарная и ее уже летишь ищешь так ну вот из той карты копаешь и может выпасть также монеты но уже в хорошем количестве по моему 600 тысяч что ли монеты 60 тысяч монет ну что такое также вот тайное яйцо оттуда может выпасть ну и многое другое ну есть там хорошие награды но опять же нужно быть очень сильно везучим как по мне лучше продавать все эти карты вот эти в высшего уровня из которых трех кусочков собирается один мне кажется это будет больше пользы и потом лучше купить купить не знаю если честно правда будут что-то продаваться такое или нет но я думаю будут продаваться потом эти рыжие яйдолоны тоже так как желтые уже продаются думаю и рыжих потом будут продавать вот и и так мы поговорили про тайное яйцо или синтезируется из 20 ядер хаоса кстати ядер хаоса ядро хаоса также выпадает из той же карты то есть либо тайное яйцо сразу выпадет и рандомно кто-то из этих четырех идолонов попадется вам либо из 20 ядер хаоса то есть как бы это тоже рандомно и все такое может проще накопить дракончиков золотых и подождать когда будут продавать нужного для вас и купить так что тут смотрите сами как лучше вот кх мы переходим к следующему итак следующий гоблин и и правда гоблин похож на одного из дракончиков из как приучить дракона так ну получается они все четверо уже мы разобрали так как тайное яйцо или 20 ядер хаоса синтезировать так что у него по скиллам обычная обычная атака по одной цели наносит 55% из урона на 7 секунд снижает урон этой цели дальше поглощение урона блокирует входящую атаку каждые 26 секунд то есть каждые 26 секунд одна атака блокируется тоже неплохо да и куклы земли когда вам наносится смертельный урон то есть я так понимаю не погибаешь получаешь иммунитет на непобедимость на 3 секунды но в это время не могут вас не лечить ничего но за это время можно немножечко отбежать и потом возможно получить хил аптеку съесть пока когда эти 3 секунды спадут и все такое то есть как бы ну спасительный так вот по словам топовых магов это лучший идолон для магов ну возможно светлых магов а может вообще абсолютно любого мага но это по словам по словам топовых магов там на самом деле выбирать вам но совет от топов не стоит его пропускать что едем дальше сирена сирена идолон лечение и снятие контроля что у нас по скиллам с обычная атака наносит 55% маг урона и восстанавливает ваши хп в размере 10% силы лечения снятие контроля снимает один из эффектов контроля если такие имеются и восстанавливает 3% хп или лечь вода восстанавливает здоровье в размере 56% силы лечения ну это так понимаю лучший эйдолон рыжий эйдолон для сырайских пристов и танков хил снятие контроля это прям самое вкусное для пристов и танков они должны жить дольше всех умер присту умер танк как обычно такое бывает в поэтому как бы для них это лучше ну и последний у нас виверна эйдолон физурона что у нас имеется по скиллам ну типичная обычная атака наносит 82% физурона цели и есть 10% шанс на снижение скорости движения цели на 20% в течение 3 секунд разгадка обнаруживает слабое место противника помечает врага с хп меньше 20% и в течение 10 секунд этот помеченный враг получает на 16% больше урона ну думаю в пвп самое то чтобы быстрее добить например того же самого приста все начинают бить раз пристан остается меньше 20% тот начинает себя отхиливать а на него виверна повесила меточку и его быстренько чпик доели как бы думаю хорошо может быть используем и танец листьев дает 5 залпов каждый залп наносит 78% физ урона всем врагам по области то есть такой массовый скильчик я думаю вообще классно наверное виверна это лучший идолон рыжий для варов ну и вполне возможно для луков тоже но а так выбирать всегда вам какой вам больше пришелся по вкусу такой и выбираешь вот и так в итоге что мы имеем горняк громовик радужник проходящие эйдолоны которые в принципе не стоят особого внимания и не нужно на них сильно вкладываться там скил и кидать все такое вот желтые эйдолоны рыбка лучший эйдолон для магов для престов райских и танков огневик лучший эйдолон для магов и адских престов и также друлик совсем забыл про друлик да и пешеход лучший для варов луков и адских танков вот дальше орешек 5000 рублей и в принципе он очень хорош вот огнеплюи может вполне подойти магам возможно адским престам гоблин топы советуют магам брать именно его сирена лучший эйдолон для райских престов и танков ну и виверна лучший эйдолон для варов ну и возможно луков так ну на этом изучение знакомства с эйдолонами думаю заканчиваем что касается самих эйдолонов что они имеют что можно вообще с ними сделать можно вставлять им скиллы дополнительные которые будут увеличивать атаку увеличивать живучесть хп ловкость много всего все не не упомнишь даже всякие есть и есть увеличение показателей для эйдолона и для персонажа но есть одно но когда следующий навык хотите изучить здесь много и хилищи навыки усиляют там то есть для каждого эйдолона нужно подбирать свое естественно для хилищих эйдолонов там ставить усилитель хило и все такое также наверное магию живучесть ставить вот есть такое что изучая следующий навык он может либо стать следующим навыком в изучении либо заменить предыдущий то есть как бы ну не очень это здорово но вот так оно и есть опять же там за по акции сыщика по донатской акции где вкидываешь хорошую сумму денег и где можно получить орешком за определенные уровни этих донатиков там по моему за полторы тысячи за не помню пять тысяч тоже по моему есть в общем там даются замочки всего три замочка но по моему они все три даются в районе десяти тысяч доната но это мы сейчас еще посмотрим вот значит что эти три замочка можно ими закрыть скиллы то есть три скилла всего вы можете закрыть самые нужные скиллы вы поставили он у вас поставился вы думаете фух хорошо замечательно он встал его можно теперь качать вы его помечайте чтобы его не заменился другой скилл вы его помечаете замочком и так до трех скиллов три скилла замочком закрыли остальные будут рандомно пытаться уже будете раскидать скиллы так что удача вам в помощь что еще мы вот эта кнопочка освободить именно разрушает джина в те самые камушки про которые я уже говорил ранее и возможности выпадения скилла так очки статов у каждого для каждого класса нужно естественно вкладывать свои очки то есть танку нужно вкладывать только в живучесть тем самым повышать его количество хп крышек чтобы он жил луком нужно вкладывать в ловку варом в силу но можно делать такой скажем так что-то типа средненького такого что ну сильно у них не отличаются показатели ловкости силы поэтому как бы ловкость естественно для того чтобы уворачиваться лучше то есть как бы вару можно тоже ловкость вложить но силы даст побольше атаки но поменьше уворот скажем так а ловкость атаку даст поменьше но даст больше ворота можно что-то создать типа гибрида будет силу ловко например покачать но как бы я думаю это не так профитно получится ну и естественно престам и магам друлькам качать только магию тем самым увеличивая их макурон естественно от мака атаки увеличивается хил преста допустим вот все такое то есть на каждом уровне дается по моему три очка и вкидываешь эти три очка в нужную строчечку так очистка очистка специальными гемами обновлениями используется очень важен темп просто то есть желательно темп просто выкрутить максимум потому что за счет этого очень хорошо прибавляется с бм то есть статы эдолона получше побольше качаются и естественно бм от этого персонажу идет лучше больше так что старайтесь выкрутить на максимум вот жалко здесь нельзя закрывать замочками то было бы очень хорошо закрыл одну и что то еще накачив потому что допустим для магов хорошо бы еще бумаги бумаги замаксить вместе с темпом роста но здесь не очень все это хорошо идет и живучесть тоже можно было поднять а вот силу ловку можно в принципе скинуть на ноль потому что как бы магом оно никуда не упало все равно тебе ловкости не хватит не увернешься вот но происходит это все вот так вот раз и рандомно поменяли остатки естественно темп роста упал конечно тут менять нет смысла вот а так желательно смотрите по тому кем вы играете если это вар то сила ловкость живучесть сила живучести скорее всего и темп роста этого это для варов для луков ловкость живучести темп роста для всех магов магия живучести темп роста но там просто советую вам на максимум ставить всегда это и потом уже пытаться от этого плясать чтобы и темп роста не сильно упал но и нужны вам статы еще поднять типа живучести магии и прочего так ну вот вроде про очистку поговорили обучение обучение это просто есть вот камни опыта те самые которые получаются при разрушении эйдолонов маленькие большие по моему при разрушении не получаются но где то их наверное все таки получить можно награду какую нибудь а вот эти порошочки гранулы они падают в башне будды как то вот так вот наверное в общем вроде бы как бы по всем аспектам пробежались что как куда зачем вот так что на этом такой гайдик по эйдолонам думаю будем заканчивать уже так уже наговорили что надеюсь видео было полезным но с вами был темный ниндзя до новых встреч и пока 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 пока